Легендарный The International приближается. 11 лучших команд планеты в дисциплине Dota 2 уже получили приглашение на турнир. Судьбу последних пяти путевок определит онлайн-отборочный этап с участием 40 сильнейших команд Америки, Европы, Китая и Юго-Восточной Азии. Официальные стрим-трансляции отборочного этапа TI4 в регионе СНГ от студии Starluder и компании стартуют уже 12 мая. Только Dota на четырех стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на ti4.starluder.tv Повторы всех игр смотри на ютуб-канале Dota SLTV. Итак, ребят, привет-привет-привет всем, доброе утро. Мистраст у нас будет играть против MVP в рамках квалификации на The International 2014. Ну и в общем-то, в отличие от всех комментаторов, мне почему-то повезло больше всего. Моя игра не успела почему-то начаться, но, но, банапики были сделаны и начинаем мы уже сразу непосредственно с игры. Для меня, в принципе, вот эта квалификация, если в американской квалификации я еще знал там более-менее команды, ну, игроков я знал, команды так себе, игроков практически всех знал, то вот здесь это для меня просто что-то неизведанное. И вместе с вами я буду потихоньку раздуплять. Сейчас я уже почти профессионал в американской доте, и вот осталось теперь еще вот эту дотку подучить. Ну, здесь я боюсь ужаснуться, конечно, от того, что будет вообще происходить в игре, потому что вот я вижу пики настолько, они отличаются от американских и вообще в целом от пиков всех остальных команд, ну, за исключением там некоторых, ну, те же вот мистрасты, по сути, взяли более-менее такой дефолтный пик. Видим, что в миде сейчас будет попытка зайти на... О, да, слушайте, ну, это ФБ стопроцентное, замедляют и спокойно с руки разваливают. Тут, конечно, очень много армура, и вроде как она бегает быстро, но в любом случае не настолько, чтобы убежать от трех героев, да еще и под замедление. У Бримастера какая-то шмотка. Что? Аганим? Лол. У Бримастера просто аганим. Наверное, на всего рарный. Это что-то такое. Так, ну и Абба у нас играет на Бримастере Никс Ассасин от товарища... От какого-то товарища. На тренте у нас шпилит бомбел. Интересная какая-то приписка. ТНК вот на винге уже делает второй ганг. Просто выходит, роумит и... Вот вам, в общем-то, уже второй килл. Отлично, 2-0. Мистрасты уверенно вырываются вперед. Лакилс, Эмбер Спирит. У МВП на топе Марч Лондруид. Райзен. Рейзен. Рейзен, наверное. Так, Джекира. Нага. Ку-о. Хен. Шадоу Шаман. И остается у нас Форев на Батрайдере. Вот такие расклады. Фух. Так, ну, все. Можно усесться поудобней. И наблюдать за доткой. Мы опять видим, что будет нападение. Трент не стесняется. Ходит за спину. Уже неплохо продамажили. Сейчас надо найти настоящего. Настоящего нашел. Вешает ричсит. На него еще попинговали. Говорит, братюня, это настоящий. Вот он, вот он. Бей его, бей его. Ногами. Ногами, руками. Ну, отхиливается, понятное дело. Не так просто будет взять эту нагу. Вот, вот иллюзии помогают выжить. Общаемся в чате. Задавайте там свои какие-то вопросы. И т.д. И т.п. Вот, я уже вижу, у нас аж шесть сотен человек. Хотелось бы сказать, шесть сотен тысяч. Когда-нибудь кто-то будет смотреть шестьсот тысяч человек. Я надеюсь, я буду в этом стриме участвовать. Каждый матч у нас какие-то траблы. Ну, ребят, вообще это проклятие какое-то. Ну, вот чисто с технической стороны, да. Я вот приехал в арену. Тут все настроено, все готово. Там какие-то мелкие настроечки нужно было сделать только. И все. То есть, грубо говоря, сами ребята из арены все сделали от них зависящее. Все остальное, это все равно, что сейчас начнется землетрясение. И мы будем, грубо говоря, там винить организаторов. Блин, вот орги арены виноваты, что землетрясение произошло. Поэтому здесь вообще я бы ничего не стал говорить. То, что какой-то человек решил затосить и с этим борются. Как-то там уже все это дело порешали. Сейчас свет вырубило. Но это тоже плановое было отключение. И никуда не деться. Но, по факту, пока ничего такого сверх страшного не произошло. Потому что самое интересное, как вы понимаете, это будет Китай и Европа. Ну, а сейчас пока... Вот мы комментировали Америку. Да, там было на что посмотреть. Вчера достаточно интересные были матчи. Финал. Ликвиды с Нар еще не доиграли. Видите, даже сервера Доты. То есть, просто сами сервера Доты не работали. А если сервера Доты не работают нормально, то что говорить вообще? Опять нападает. Бедная Нага. Ну, тут в этот раз она стан задоджила. Очень грамотно. Ну, ее тут со всех сторон. Это что-то уже... Это какое-то издевательство, эту Нагу. Смешивают просто с дерьмом. По-другому я вырезаться не могу. Грубо, конечно. Но так оно и есть. Ее по кулдауну убивают. Она из таверны не вылазит. И я так чувствую, айтемов у нее точно не будет. Но, нет худа без добра. На топе пушится линия. И, в принципе, пока здесь нет Никс Ассина, который... А, он уже здесь. Он шустрый, с тапочком. Третий левел. Ну, линия спушилась, он уже сразу вернулся. Заморозка. Заморозка юзается не по таймингу. Она просто моментально была заюзана. И, как мы видим, что-то они больше демаджа получили, чем нанесли. Никс Ассин, в принципе, практически не был продамажен. Он отрегенивается. Но, MVP пока показывают не очень сильную доту. Ну, против Мистраст, как по мне, шансов вообще нет у MVP. Я просто не знаю, в принципе, насколько они сильны. Я слышал о них, у этих MVP Феникс. Но... Не видел. Но слышал. Но не видел. И видим, что тут нагл уже почти все-таки шестой. Хотя она и два раза была в таверне. Тиммейты, наверное, покупали с полы. И она быстренько возвращалась обратно. Потому что, как по мне, тут потлой этапки на таком минуте точно бы не было. Если бы не какой-то хелл от тиммейтов. Смотрим, тут Никс Ассин выписывает стан в одного хрипа. Но, в любом случае, линию слушать будет не так просто. А нет, появилась панточка. И все, теперь можно уже ломать. Нападает на Джакира. Заморозка перед собой. Попытка уйти. Но тут без шансов. Дымастер подтянулся и спокойненько делает килл Версута. Версут дотку потише чутка. Да ладно. Че, дотка орет прям? Давайте я себя погромче сделаю. Во, во. Вот я себя сейчас погромче сделал. Должно быть сейчас идеально. Да, я понял. Все, пофиксил. Через 5 минут. Ребят, все вот эти вот фиксы, они срабатывают через 5 минут. Давай, давай, наваливать с руки. Ну, он как бы, типа, увозит. Это было чисто для сейва. Естественно, убить там никак не получилось бы. Так, ну, видимо, у нас сейчас будет ганг. Сейчас напишу. Через 5 минут сделал. Будет через 5 минут. Да. Ну, я, видите, как бы тоже из-за вот этих всех выключений света и т.д. и т.п. Настройки-то немного сбились. Я пока тут в экстренном режиме все запускал. Благо, у меня хотя бы с их сплитом все норм. Программа, с которой стрим идет. Потому что там, если ты... Если свет включается, иногда эта программа просто все настройки сбивает. А настройок там, ого-го, сколько, это такой трэш. Брумастер на хосте бежит. А, смотри, 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 клава, клава. Ох уж, это клавиатура. У всех клавиатур есть какой-то глюк. У меня не было ни одной клавиатуры нормальной, у которой бы не глючило. Я смотрю, тут не только я. А самое интересное, что я бы назвал марку этой клавиатуры. Но не стану, не стану. Знаете, не покупайте клавы вот... Ладно, не буду, не буду, не буду. Просто у меня дома, вот, когда мне Empire присылали клавиатуру, вот, вот этих нехороших людей, она точно так же. Знаете, у меня какие были глюки? Я захожу в контакт, включаю себе музыку, и она начинает резко переключаться автоматически. Знаете же, да, на клавиатурах есть кнопочки переключения музыки на некоторых. Вот, на той тоже такая тема была. И у меня начинает просто комп, не комп, а браузер тормозить из-за этого, потому что там, ну, клава тупит, не знаю в чем причина. А сейчас вот тут кнопка залипает влево. Ну, это забей. Причем это топовый бренд. Как по мне, ребятам стыдно должно быть, стыдно. Станчик. У нас руки демеджа не хватит. Монобурн, еще отычку, карапасе подрубил. И теперь только надеется на стан, если только он не убежит. Ну, он, судя по всему, убежит. Чакира подтянулся в миддл. И посмотрите на этого задрота. Его столько раз загангли, а он деньги имеет очень даже неплохие. Когда пабы? Ну, когда, когда? Когда-нибудь. Пока не знаю, ребят, обещать не могу. Не особо понятно. Радиант Мид Тауэрс начинает разогнать. Так. Ой-ой-ой, это минус. Ну, мы электричество добываем. Я сейчас вот на велосипеде педали кручу. А у Вилата там начало бомбить в одном месте. Мы подключили, использовали этот ресурс, так сказать, во благо. И электричества пока хватает. Так что все нормально. У меня тоже слегка начало бомбить, но не так жестко. Поэтому ко мне присоединять не стали. Меня посадили на велосипед, чтобы тоже был хоть немного полезен. Проблемы. У Наги юзает сразу слип. А Брюмастера-то заслипить не удается. И этот слип может быть провальным. Или все-таки засейвит. Получается засейвить. И переключаются на Джакира. Стан по Батрайдеру. Батрайдер, ребята, вы чё такие злые. Фаерфлайм нормально нажигает. Джакира минус. Отъезжает также Никс Ассасин. Батрайдер очень побитый. Но его минуснуть надо каким-то образом. У Брюмастера в кулдауне. Клэп отъезжает Брюмастер. Вошли в разнос. МВП. Неплохой файт проводят. Подтянулся сюда товарищ Эмбер Спирит. Давненько его не видел. Я даже немного соскучился. Хекс. Так, так, так. Мансовать, мансовать. На фейзах уходит. И слушайте, МВП-то показывают, что в доту играть умеют. Ого. Ого. Ребят, это, 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 все, короче, это, это, вот, вот, эта команда, вы ее видите? МВП Феникс. Топ-1. Все. Они, короче, он дезолятор делает. Он делает дезолятор на Лондруиде. Айтем, который просто, я раз сто говорил, что офигенен на этом герое. И вот он его делает. Я же понимаю, что на самом деле он нифига не офигенен. Это я на нем покупаю дезолятор и проигрываю все игры. Но, но, но. Он делает то, что мне кажется крутым. А это означает, что все, я фанат. Записываюсь. Дезолятор. Че, серьезно? На 11-й минуте? Лал. Обалдеть. Вот это прикол. И посмотрите теперь на этого Мишку. Он в лицо будет такие плюхи отвешивать. Корни, если сработают, все, давай, до свидания. Опа. Нага приехала. Ну, я смотрю сейчас на Эмбер Спирит и у него 2-0. У Эмбер Спирита есть Ринг оф Хеллс, Фэйз и Стики. Ну, там роба какая-то, да? Скоро будут барабаны. Я смотрю на вот этого вот дядю и вижу у него медведя. 2-700 хп, дезолятор, 110 урона. Эмбер Спирит. Вот что он делает с Никсом. А это Никс, у которого Пурман Шилд и... А, нет, у него просто обычный щиток. И у него есть армор. Что будет с каким-нибудь... Слушайте, а у всех тут есть армор. Тут такие герои, что у всех есть армор, кроме Трента. Но Трент сам по себе толстый, поэтому тоже не будет супер страшно. Медальку бы еще кому-то купить. Там же еще Рептайт есть, который армор снимает. Так, ставится Рептайт. 2 секунды до Слипа не успеет заюзать без вариантов. Вот тут 2 секунды. Просто на 2 секунды позже бы напали. Однако бы была сейчас жива. Блэст хитит себе спокойно Никс. С изолятором этого ра ломать очень удобно. Стоит довольно дешево. Трента отсапнули. Ну, Мишку сразу подстанили. Винга свап. Станчик надо кому-то выписать. Выписывает стан, но это последнее, что она делает. И умирает. И что-то MVP, собравшись вместе. Трастов-то насаживают. Бам. 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 Тавор вообще отвалился очень быстро. Мне кажется, даже змейки не обязательно было юзать. Змейки можно было бы нажать, если был бы какой-то файт. А так, даже без змейки легко справлялись. Хорош. Да, вон, уже в чате пишут. Инфа 146%. Да, ребят, вот ты прав. Написал Марку. Я не стану просто в стриме об этом говорить. На своём быстриме я бы сказал. Не знаю, можно ли здесь о таком говорить. На своём бы я бы посрал их с ног до головы. И его нехрен. Ну, а тут. Вдруг. Вдруг. Так, а тем временем. Бэтрайдер себе выфармливает форс. 14-я минута. Даггер форс. Довольно неплохо. Слушайте, нет. Ну, умеют играть эти ребята. Я думал, что тут вообще будет беда. Это он мистрасты выигрывает у мвп в салатину, которые... В мвп вообще никакие. А мвп-то оказывается ещё... Ого-го, какие. Медведь там делает грязь. У него полтора косаря на кармане. Он очень быстро себе купил дезолятор. 11-я минута. Дальше, конечно, фарм у него немного подостановился. Но не то, чтобы подостановился, темпы уменьшились, потому что его перестали фидить. У него было 2 килла на первых вот 10 минутах. Потом он ещё сломал тавер и получил очень жёсткий буст. Сейчас же... Так, Бэтрайдер полетел, полетел. Вытягивают. Свап. Никс Ассин встанет. Сейчас в чате пишут, смогут ли мвп хотя бы одну карту выиграть. Интересно. Вот, как мы видим, они ещё эту могут легко выиграть. Ой-ой-ой, бремастер разбивает кастер тиммейт. И, ну, в любом случае, он его юзает. И проблемы у товарища Мишки. У Мишки 350 хп. Отправляет его в полёт. Приземлять его надо и убивать. Вот это чувствую сейчас приземлят и сам умрёт. Ты посмотри, как много урона. Но нет, медведя всё-таки забрали. Проблема у Бэтрайдера. Бэтрайдер тоже должен умирать. Заморозочка очень даже неплохая. И просто надо с ТП аут. Грамотно здесь поступил Джакира. Царюга. И всё, на этом файт заканчивается. Потеряли двоих МВП. Сами вылезли из базы. Сами пошли драться. И вот... Их не простили. Как-то не хватило дамаджа. Через ультимейт Бэтрайдера цепанули. А сделать ничего не смогли. Шедоуша Марш что-то тут фармит. Обходит его со всех сторон. Но у него есть скролл. Как только увидел, сразу ушёл. Ну, как мы видим, мап-контроль у МВП тоже довольно хороший. Он не стоял там до конца. Не отдался. Всё делается довольно чётко. Выходит в фаст аганимчик Брюмастер. Как фаст? Даггер вначале взял. Понятное дело, что без даггера аганим покупать не ок. И вроде игра немного подуспокоилась. Посмотрим на Мишку. Мне больше всего интересен именно этот товарищ взял. Он плэтмейлы. Его в прошлый раз там затыкали. Но не затыкали физухой. Его затыкали магиями. Клэпы всякие. Станы Никса. Венги и т.д. и т.п. Кучу magic damage всадили. Ему на самом деле больше сейчас важен левел, нежели вот этот плэтмейл. У него и так армора достаточно много. У него без этого плэтмейла 10 армора. С этим плэтмейлом 20. Да, конечно. Гораздо плотнее становится. Но всё же. С десяткой армора резист физически тоже очень высокий. Ему сейчас главное поднять 11 левел, чтобы ульта была пожёстче. Пассивочка он промахил. Да и вот, чтобы Рэббит был. Так, вот Райдер там кого-то цапнул. Ага, на топе. Даже не на топе, а в лесу. А что тут Никс делал? Видать, гангл. Сентричник. Вы посмотрите, какие они грамотные, а? Прочувствовали этот момент. Поставили сентри. Мопхакеры, что ли? А-а-а, вот оно что. Вот оно что. Обс вард, сентри вард. Никс Ассасин тут прошёл. Они поняли, что он идёт к ним. И поставили сентричник. Вот так вот, MVP молодцы. Проблемы у Лондруида. Лондруид приехал. Это точно конечный. Я купил себе ещё один армор и скролл. Ну, во всяком случае, не теряет деньги перед смертью. Мистрастов? Мистрастов, да, я комментил, но MVP Феникс я не комментил точно. Сборка демона больше всего нравится, пишут. Два сапога и рапира. Не, ну, это, да, это элитный сбор, тут не поспоришь. Успевает заюзать Хиэкс. Но это единственное, что он успевает сделать. Заморозка. И отступают. Ну, не были готовы принять бой, я не понимаю, зачем тогда они тут стояли. Тем более, под змейками, по-моему, можно было попытаться пофайтиться. Как-то у Бэтрайдера не было ульты. Даже Firefly был в КД. Нага фармит лес. У Наги уже есть Сакрит и скоро будет Радианс. А это не очень хорошие новости для Мистраст. Так. Улетает Эмбер Спирит. У Эмбера есть деньги на БФ. Тоже довольно хорошие новости. Ну, вообще, в Эмбер Спирита, керри Эмбер Спирита, я, наверное, единственный комментатор, который не верит. Я верю в Эмбер Спирита, который стоит в миде. Да, он силен. А вот керирующий Эмбер Спирит для меня это... Это слабое. Что-то слабенькое. Здесь, по сути... Ну, поддержка очень хорошая. Есть Прюмастер. Есть Никс, который поддержит в замесе неплохо. И потанкует. То есть, по сути, Эмбер Спириту не сильно нужно будет париться. Для того, чтобы, слушайте, это еще сделали его кулдауны ремнантов, которые, да, стоят. О, прикольно. Прикольно. Раньше же вроде не было. Но, во всяком случае, я не видел этого. Значит, добавили. Так, на Рошана пошли. И вот, кстати, один из огромнейших плюсов вот этого Дезолятора. Это изи убиваешь Рошана. Вот у него армора просто нет. Нагу бахнули. Это не страшно. Пока они убивали Нагу, тут уже у Рошана треть хп спала. И надо его добивать. Смейники не жалеют. Все правильно. Шадоу Шаман. Шадоу Шаман выбрал идеальную позицию. Опа! Цепанули Никса. Но тут надо Рошана добить. Никс Ассасин. Куча событий. Никс Ассасин Айгес не забирает. Айгес у Лондруида. Все четко. Станчик на Шадоу Шамана. Но он успел раскастоваться и умирает. ТНК тоже минус. Абба. Теперь твоя очередь, братюни. Юзай, ультуй, иначе умрешь. Он максимум времени тратит. Юзай, ультимейт. И давай разваливать этого Батрайдера. Сейчас тиммейты должны пойти помочь. Здесь они дерутся. Эмбер Спирит. Есть ульт. Прыгнет. Юзай, чувак. Или умрешь. Лол. Он хочет драться? Он стики пожал и уходит. Нага слипит. Рептайд, тычка. А, даггер. Окей. Окей, окей. Тут еще буквально 300 голды будет. Ага нимчик. Команды-то показывают уровень. Слушайте, мне будет что рассказать на аналитике? Я думал, что я сейчас посмотрю, короче, на эту игру. И приду, короче, там в перерыве на аналитику. Скажу, ребят, тут такое дело. Мне вам нечего рассказать. Не на что было смотреть. А оказывается, есть на что смотреть. Нага сирен. Ага, минус. Марч. В общем, мне уже нравится этот игрок. Играющий через дезолятор. Дезолятор кираса. Кто зайдет на дота-баф, увидит у меня дезолятор кирасу. Я даже вам потом не поленись. В стриме покажу. Дота-буфуфу. Дота-болин. А, это как шопает этот баф? У меня тут... Я не знаю, тут переключение языка и на Ctrl-Shift. Все. Точнее, не на Alt-Shift. Я левая. Ага. Станчик выписывает. Очень неплохой получился от Никса. Но что-то... Что-то, по-моему, далековато немного. Зашли мистрасты. Их растягивают. Два в один размен. Два в два. ТНК пытается уйти, но его уже здесь приговорили. Мишка его съедает. Брюмастер. Без ульты. 20 секунд кулдаун. Вот без ультимейта Брюмастера решили пойти подраться. Никс опять выписывает довольно хороший стант. Эмбер Спирит байбэкнулся в этом файте, я так понимаю, по заднице ему. У него нет ремнантов. Вот он прыгает на последний. И он приехал. Абба делает килл. Мишка. Байбэк от Бэтрайдера. Корни, если пропрут. Ливенермор. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. У Брюмастера ульта откатило. Если этот товарищ умрет, Марч выживает. А у него же Аегис. Все понятно, он не боится. У него же Аегис, и мы даже его не выбили. Эмбер Спирит должен умирать. Тычечку, тычечку, еще тычечку. Еще пару десятков тычечек. Живучий паразит. Но, конечно же, он умирает. Ливенермор не бесконечно действует. Брюмастер уходит с ТП. 20 на 12. Хорошо. Хорошо. Радиант's bottom tower seem better days. Лол. Интересно. Это как в фабрике, знаете, типа, кому-то что-то не понравилось, он отправил курьера на фидел. Такая вот дотка. Так, сто-то-то-то-то-то-то-то-то. Версу-то-то-то. Версу-то Dispant. Версу-то 228 Team. Версу-то Son of Chuck L 많은 episodes. Версу-то. Версу-то Rage. Russian вместительства. Версу-то красавчик. Хахахах. Версу-то Gaming FM. Версу-то стрichten собаки. Боже. Охренеть, сколько фейков веселых Да ну нафиг Боже мой И ни одного настоящего Самое что интересное Нет настоящего Это что, шутка такая? Где настоящий? Ладно, напишем туда На-ви На-ви Расута Во, нашел Нашел Я нашел Так, матчи Так, матчи, матчи, матчи Герои, 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 герои Лондроид, лондроид, лондроид Во Так, все, стату нашел С лондроидом Вот вам покажу Потом посмотрите А, кстати, на лондроиде Да ладно? Вы не поверите, ребят Ааааа Я не смогу вам показать Тут же не показывает Айтемы самого Мишки Показывает Айтемы только Самого лондроида А Мишки Вот этого товарища Айтемы не показывает Показывает только Айтемы Лона Вы прикиньте Стой, конечно Ну да ладно Трэнта лодит Это минус Бахнули его очень быстро Брюмастер Братюня Только что твоего Товарища убили Зачем ты врываешься? Неужели он сможет Тупить? Да, он убивает В соло Просто ворвался И разорвал эту ногу К ядриням собачьим Был лыжник Доджит Батрайдер даггером Банка Тычку Еще один хит нужно сделать Да, она просто-напросто Сгорает там от чего-то От Джакира Феникс Фениксы могут Аба Половит его в лосо Медведь с кирасой Дезолятором Здравствуйте Минус 12 армора Ого Себе Слушайте, у меня, короче Раз, два, три Четыре, пять Шесть матчей подряд Выиграны лондруидом Это вообще законно? Правда, один матч был сыгран Десять месяцев назад Следующий Через два месяца Следующий Еще через два месяца Следующий Через месяц Потом еще через месяц Еще через месяц И потом я проиграл Еще через один месяц То есть С периодичностью Примерно в месяц Я играю на лондруиде И процентов на восемьде Я побеждаю Нормально Во всяком случае За последние десять месяцев Бэтрайдер где-то цапнул Никса Привезли Карапаси Никса Саси успевает дать стан Его свапают И он уходит под вендеттой Ну а венга Это был суицидальный свап Естественно Для того, чтобы Спасти своего тиммета То есть, по сути Я шарю, как играть На лондруиде А учитывая, что я на лондруиде По кд покупаю Именно Дезолятор и керасу Стараюсь делать То, походу Походу Этот марч Такого же склада ума Как я А это Это не самое лучшее Что может быть Для дотера Но все-таки Блин, пойду-ка Я, ребят, дверь закрою Что-то подуло Холодом Так Ну, знаете Вот я уже доволен Мне нравится Первая карта Она просто Ультра Веселая Уже 21 килл Сделан Командой Мистра С 18 киллов Ребятами из MVP Вот в таких играх Ты всегда забываешь Включить Net Wars Всегда забываешь Последить графики И Давайте Я все-таки Ключу Покажу вам Сорьки Ну, пока еще Тоже не особо Раздуплился Поэтому, извиняйте 12 тысяч золота Почти 10 тысяч Икспы И Лидирует MVP Фениксы Жарят У ребят Из Мистраст Жарит Абба Вот он На Брюмастере Делает дело Все остальные Пока Так себе Эмбер Спирит 1 бф За 30 минут Типа он Наформил 4 тысячи Которые Лон Друид Наформил За 10 минут Ну, правда У Лон Друида Тоже не супер Как бы Пока Нет Ворс Вроде разница На 3000 За 29 минут Это не супер Огромный результат Ну, три косаря В любом случае Это круто Еще как минимум Надо второй Бф Сделать Дальше Там еще Какие-то Айтемы Никс Искал Искал На итоге Ничего не нашел А теперь Не только Дезолятор Еще и Кираса Рошан Плачет Говорит Ребятки Вы чего Видели они Там Ремнант стоял Вижен был Но их это не смущает Рошаном на голову Забирает И они успевают Его, конечно же Убить Очень уверенно Играет МВП Вытягивает Вингу Винга Попадает Под фокус И тут Без шансов Бам 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 Дай Я думаю Это с отсылкой На вот эту штуку Где там Никнаймы Такой был Парни Видоман Ну что Будут уходить МВП на хайграунд Слушайте Я люблю МВП МВП Просто Best of the best Лучшие Смотрите Они Они вообще Не боятся Ничего Они идут И выигрывают Они просто Взяли Два раза Подряд Рошана В наглую Идут на своего Противника Имея преимущество Его реализуют Сразу Они не сидят Не фармят себе Там еще более Жесткие айтемы Чем у них имеются На данный момент Ведь по сути Всегда можно Сесть Пофармить Там еще минут Пятьдесят А что бы Нет И потом Только идти На хэгэ А он Ой Все Короче Я точно Их фанат Да боже Ты мой Что такое Так 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 Что мы тут видим Мы видим Никс Асасина Мы видим И больше его никто не видит Даже он под инвизом Вот такие мы жесткие Даже не видим его Героя Видим На АГД От разведку Увидели Брюмастера И все Ну и вроде бы Подутихло Подумерили немного Свой пыл Команды В основном Это MVP и Fenix Причем они кстати По киллам то проигрывают 21 и 19 Как ни странно Но Видите какой у них пик Какой там билд И Насколько интересная задумка У медведя В данный момент Атака 0.74 Зато демиджи у него Под две сотни И он Минусует армор Очень жестко И это Как по мне Решает Просто Практически На 100% Так Проблема Мишка Надо доконтролить Свою бандочку Привел ее к себе Брюмастер Огненную Огненную Братюня Вот Огненную Отправили В полет Решил отстать От этого Товарища Медведя Подтянулся сюда Shadow Shaman Поставил змейки Shadow Shaman Очень побитый Вингаева Отпускать не собирается Транпротектор Каким образом Цепанул Ультой Он цепанул Двоих Нормально Получилось Гем Выпадает Его Никто не Запирает Фениксы Немножко Тут конечно Подфидонили Но Основные Персонажи Живы Отъехали Только Бэтрайдер Да Shadow Shaman Не супер страшно На мишку Там был потрачен Ультимайт Но у мишки Аегис Поэтому Его не стали Дальше бить Немного Неожиданный Получился Файт Для MVP Сверсета Играет На друиде Да Я бы Да Я бы Я бы Сыграл Что Что А на лон Друиде Показать Контроль Это я могу Так Джакира Встрял Это Заморозочка И это Минус А Лол Надо Слайн поставить Ну видите Стим Слайн Бах Мишка Купил Живелин Но у мишки Аегис Правда Он судя по всему Умрет Два раза Мишку Будут Кайтить В это время Снизу Падают Падает Пока Тауэр Но сейчас Начинает падать Барак Очень долго Убивают Медведя Медведя С горем Пополам Сгрызли Ломают Барак Но там Глиф И решили Отступить Потеряли Джакира Только Вообще Довольно Дорого Им достался Этот Т3 Тауэр Выбили Аегис Потеряли Мишку Потеряли Джакира Потеряли Батрайдера Сломали Только Один Т3 Тауэр Это Не супер Страшно Учитывая Ситуацию Мистраст Они пока Проигрывают Я не знаю Почему Мвп Начали Вот так Фейлить Соберитесь Вместе Ребята У вас Все Хорошо Соберитесь Вместе Идите Закончите Эту Игру Но Они Зачем То Начинают Делать Кривые Мувы И Я Подмечу То Что В принципе Это Не сильно Повлияет Потому Что Следующий Рошан Как Появится Заберут Его 100% Фениксы Сейчас Секундочку Ребят Поставлю Статус Оффлайн Заберут 100% Фениксы И Далее Просто Напросто За счет Сыра Аегиса Пойдут И Закончат И Я Уже Не говорю О том Что У них Лейт В 10 Раз Сильней Нага Уже Там Потихоньку Боже Тут Айтемы Конечно 16 600 Нетворс Почти 16 Тысяч У Лондруида Здесь Единственный Керри Это Эмбер Спирит И тот Кроме 2 БФ Пока Ничего Не Имеет Да MVP Тут Точно Если Тебе Не тяжко Так Много Комментировать Ну Я Не один Так Много Комментирую Все Много Комментируют Ну Что Поделать Так Квалификации Тут Ну Скоро Один из самых Трудных Дней Потому Что Я Спал Всего Три Часа Кто Вообще Не Спал И Поэтому Ого Поэтому Сегодня Будет Чуть Посложнее Чем Остальные Дни Поэтому Я Сейчас Вот Комментирую Без Излишних Эмоций Потому Что Если Я Буду Сидеть Там Ааа Нигма Блэкхол Боже Мой Кровь Кишки Чьё Ухо Я Просто Она Просто Не Держи Вот На Конце Стрима Ну Сдабл Дэмэджем Когда Эмбер Спирит Это Страшно О Боже Мой Разорвали Шадоу Шамана Просто В клочья Если Марч Отъедет Это Будет Беда Полнейшая Он Тоже Умирает Байбэк Усэ Шадоу Шаман Тренд Протектор Еле Жив Нага Сприт Пушит Но Опять У нее Ничего Не Выходит Они Начинают Играть Мышиную Доту Мышиная Дота Это Плохо Ну Реально Зачем Они Это Делают Она Им Не Нужна Они Выиграли Бо Спокойно Мужицкой Доте Они Решили Поиграть Мышиную Доту Феникс И Меня Разочаровывают Это Печаль Что Они Делают Они Не Могут Трезво Оценить Свои Силы Нага Слипит Ага Но Бараки Все равно Сломать Не Удалось Это Милишный Барак Который Как Не Стоит Бить Тоже Брэджи Восетки Сломать Учитывая Что Нага Тут Одна Жадная Жадная Нага 29 на 22 По факту Киллов Очень много Ну я бы не назвал MVP Командой Топ 1 Ну тут В чате Троллят Если серьезно Откомментировать Этот момент Ну понятно Дело Что не команда Топ 1 Но Они умеют Играть В доту У них Есть Своя Задумка У них Есть Четкий План Который Они выполняют Но вот Как мы видим Они отклонились От своего Плана И Вот к чему Это привело Зачастую У многих Команд Не хватает Именно этого Они пока Понятное дело Еще на стадии Становления Там Еще учиться И учиться До топовых Команд Им Огого Сколько Но С чего Тоже Надо начинать Не все же Рождаются Сразу Профессионалами С опытом Нереальным За плечами Поэтому Тут Особо Придираться Смысла Нет Они показывают Хорошую Дотку И Единственное Что вот Сейчас Это Их Отклонение От Страты Они Спокойно Ходили вместе И выигрывали Файты Их все Должно Устраивать И они Они Почему Перестали Это Делать И Это Непонятно То есть Причина Реально Непонятно Это Все равно Что ты Приходишь Там Не знаю На работу Тебе все Нравится Там Зарплата И все Остальное Сама работа И т.д. и т.п. И ты просто берешь И не идешь На эту работу Идешь На другую работу Которая тебе не нравится Какое-то Странное сравнение Какое-то Очень странное Сранное Сранное сравнение Очень странное сравнение Но Примерно Как-то так Можно объяснить действие Ты когда Выигрываешь Тебе же нравится Правильно Какой смысл Делать вещи Из-за которых Ты проигрываешь И сейчас МВП делает вещи Из-за которых Сливаются Но опять же Их лейт настолько силен Что я Даже не знаю Чего тут Должно произойти Чтоб они проиграли Они должны Прям совсем Жестко тупить Очень жестко Ландруиды Нужно уже себе А у него 17 А у него нормально 2200 У Мишки Кераса Дизоль МКБ Тупо Демод шайт Все на ДПС Итак На базу Заходить Не хотят Позволить Мистрасты И будут Драться Вне базы Брюмастер Ворвался Поймали Пандочку Пандочка Приехала Бедная 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 Пандочка Рошан Еще одна Пандочка Есть Да Взывает Сразу Идут На Рошана Фениксы Очень интересно Сейчас поступили Брюмастер Брюмастер Ну Ну Опять же Тут Нельзя сказать Что он Супер Крут Почему Потому что В мид Постоянно Приходили Гангли Эту Нагу И Аба Был Обязан Вот так Вот играть Станчик Нага Слип В принципе Вроде Успевает Заюзать Но Не хочет Его Юзать Карапаси Просто Не собираются Убегать Как мы видим Тупо Убивают Тренд Ушел Брюмастер Тут Подфармил И Тоже Уходит Стакера Топ Линию Эмбер Спирит Подпушит Скролл У него Есть 4000 Надо Рапиру Делать Вот в этой Игре Надо Рапиру Делать Неужели Он Сделает Дейдалос Да Он Сделал Дейдалос Ну Моё Мнение Рапира Спасла Быть Ситуацией Но Не Дейдалос Он Себе Ещё Деньги Оставляет На Байбэк Поэтому Сам Дейдалос Он Даже Не Доделал В этой Игре Реально Нужна Рапира Никакие Вот Эти Криты Они Не Помогут Только Рапира Чтобы Ты Прокатывался По Противнику И Убивал Его А так Посмотрите Он Не Сильно И Дамажит Ну Вот Он Рюмастер Ворвался Пытаются Взять Джакира Джакира Там Живёт Даёт Рассказ Теперь Надо Убивать Лондруида И Лондруида Посмотрите Эти два Элементаря Его Раздамаживают Очень больно Лондруид Пока Мансует Где Там Пандочка Пандочка Вообще Непонятно Где Бегает Там Пандочка Бегает За Эмбер Спиритом У которого Осталось ХП Не так Уж Много И Марч Съедает Судя По Судя Что ХП Полный Походу Он Взял И Сыр И Аегис Даже Не Смотрел Кто Там Взял Сыр Этот Но Аегис Точно Взял Лондруид Ну И Можно Спокойно Да Ну Ребят Вы Куда Почему Можно Спокойно Ити Дальше Не Эмбер Спирит Теперь Уже Может Себе Позволить Купить Дейдалус Но Почему То Не Покупает У него Будет На Байбэк Полторы Тысячи Стоит Ну Да Полторы Тысячи Стоит Байбэк За Смерть С него Снимут 660 Голды А Нет Не Хватает Лол Да Но Уже 43 Минута Что Как То Быстро Это 43 Минута Наступила Неожиданно Так Это Что Так Так Это Два Жевелина Оу Оу Щит Это Сурово Он Делает Себе МКБ А не Дейдалус Это Реально Сурово А Зачем МКБ Против Кого Там же Нет Никаких А Нага С Баттерфляем Вот Это Понятно Трента Пахнули Вытягивает Вингу Но Эмбер Спиритис Явно Ничем Не Поможет Может Вместе С Вингой Отправиться В таверну Но Это Не Очень Хорошая Идея Фениксы Вылезли Мист Вылезли Из базы Их Фениксы За это Наказывают И вот Теперь Дружные Компании Идут По Миду 30 Секунд Не Будет Винги Байбека Естественно Нет У Трента Байбека Нет Но Трента Появится Пораньше На 10 Секунд И Может Он Успеет Байбека 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 Тикий Байбека При抽 Кубبر Байбека Хит Ещё Сделать Кому Бараку Дальше Промахи Пошли Промахи Ну там А НКВ Какие Промахи Он Не Промахивается Одну Пандочку Убили Поймали Джекира Джекира Тут Вроде живет. Вообще, Брюмастер уже не очень работает. Смотрите, уже наступила 45-ая минута, а Брюмастер практически бесполезен на такой-то минуте. Эмбер Спирит наваливает с руки, очень больно. Пандочку пытается взять и убьет же эту пандочку. Да, так и есть. Разваливает ее на бараке-то. Сломаны. Толку убивать. Нужно вне базы драться. То есть, если Мистрасты запустят в следующем файте на свою базу MVP, то там просто будет суицид. Они ломают тавер, ломают бараки и заканчивают игру. Тревел А. Берет себе Эмбер. Такое себе. С базы все равно вылезти. Ну вот они и будут пытаться по ходу дела пойти сами. Как-то в бой. 20 секунд там. Ну достаточно долго, в общем, еще пока не будет игроков команды Феникс. Можно сломать их минимум за 2 тавер. Может быть они дальше будут навязывать драку. Вообще это было бы неплохо. Слушивает спокойненько. Лакелс и отправляется к тиммейтам своим. Ну что, сейчас все может на самом деле закончиться. Если будут ошибаться. У меня вопрос. Нага, ты какого черта не на базе? Где ты гуляешь? Залетная. Байбек у нее есть. За этой иллюзии. Батрайдер вытянул трэнта. Его сразу начинают пропустить. И трэнд должен отхищать ничего не за юзов. Так и есть. Ничего не юзов. Падают бараки. Это не страшно. Одна линия. Ерунда. Другой лайн они точно сломать не смогут. Разве что только трон. Джакира просел. Но Джакира жить будет. КП мало. Но вроде живет. Джакира подставляется. Ну, контроль. Протюня. Он стоит, где ничего не делает. Шикарнейший контроль от Брюмастера. Аба. Немножечко фейлится. Змейки начинают его фокусить. Притящая фандочка. И это минус. Нападает гем. Сломали виню. И потеряли двоих. У Брюмастера байбека нет. Не хватает. Ну и все. Надо идти заканчивать. Не? 3 300. Если тут рапиры не будет. То не будет победы. 3 000 в лон друид. Аганимчик есть. Дискорды. Боже мой. Сколько всего сейчас будет вливать Джакира. Очень много. Графики там 20 000. Но по XP пока ровненько. Пошли на топ. И сейчас будет битва за последнюю линию. Кто же выиграет этот файт? По-моему тут уже все понятно. Сейчас съедят тавер за секунду. Слип нага не подпускает. Сразу из Айца Глиф. Слип заканчивается. Нападение. Джакира пострял. Джакира должен умирать. Да, это минус. Пандочку тоже убили. Тренд протектор выгнал. Выгнал всю вражескую команду. Тут сплитпуш идет. Камбар спирит догоняет. Привязать. Есть стан. Привязать пока не получилось. Но в любом случае не убивают. Тут так вот разорвали на части. Опять же, рассредоточили силы свои. Пандочка еще чуть-чуть добивает. Так, теперь что? Пандочка теперь точно умрет. Теперь бы еще самого Лондруида убить. Да, так и будет. И его убьет. На всех хватило дэмэджа. Кредитом по 900. 5000 голды. Вот это будет реально жесточайший матч, если его выиграют мистрасты. Они могут выиграть. Они реально могут выиграть. Даже с мега-крипами могут выиграть. Потому что эмбар спирит может дефить очень долго. Главное купить себе сейчас 2 рапиры. Ну или хотя бы одну и Дейдаллас. Дейдаллас он сейчас уже может себе взять. Рецепт на Дейдаллас. Курьер летит. Покупай себе братюни еще сразу сакрит. Или не хватит. Подождите, нет, не хватит. Что-то у меня с математикой не очень. Рецепт на Дейдаллас. Полетел курьер сюда. А это означает, что мистрасты сами пойдут в пуш. Тем более, что мишки-то нет. Точно. Ну, шадо шамак ставит змейки. Бам-бам-бам-бам-бам. Так-так-так-так-так. У-у-у-у. Провал полный. 2 удара, 4 дырки. Или 1 удара, 4 дырки. Неважно. В общем, ему хватило. Тренд из-за этого тимаэт. Аба очень побитый. Ульту успевает раскастовать только благодаря вот этому свапу. Ой-ой-ой, как же Винга его спасла. Шикарнейший сейв. Бэтрайдер отваливается. Джекири уходит. Бримастер отпускать не хочет. Отправил полетать. Надо приземлить их по голове. Булыжником, бьет-бьет-бьет в руке станчик. Примастер рядом. Лонд Руид рядом. А у него, в общем-то, нет мишки. И он не может драться. Банки. Да. Отхиливается. Это уже точно не отпустит. Влюбается фаерфлай. В это время на базе упал еще один тавер. И амистрас там, конечно, выиграть эту карту будет очень сложно. Можно, но тяжко. Дейдал и себе Эмбер взял. 3 700 голды. Но, вон, смотрите, он иллюзию убивает год. Поэтому... Поэтому сомнения и появляются. Сыра Егис. Забирает просто и то, и другое. Нормально живет. Ему надо еще милнир какой-то купить на себя. Одеть и идти драться. Это реально круто. А у Руминги действует минус 40 урона. Ого. Нага. 2 700. Нага вообще старается не суваться в файт. Она по технике бесконтактного боя. Так, кого-то поймали. Поймали Батрайдера. Это минус. И у Бримастера есть ультимейт. Все в порядке. Он ждет удобного момента. Вот он за этот ультимейт. Трэнд бахнул свой ульт. Пытается уйти. ХП у него очень мало. Нага. Боже мой. Ее развалили за секунду. А в это время горит база. Ставится пачка змеек. И горит реально база. И как бы со всех сторон все горит. Просто непонятно, как это все делает. Дефит разделились свои силы. Киданули Бримастера. Бримастера тут, конечно, уже оприходовали. Это минус. Байбэк от Бримастера. Ну, в общем-то, голый трон. Бараки не сломали. Ребят, тут столько сил потратили на то, чтобы сломать Т4 товара. Вместо этого сломали бы бараки и были бы мега-крикой. И там уже как бы дело в шляпе. Но почему-то они ломают именно товара. Какая-то неприязнь к товарам. Что, кстати, у Мишки? Что он себе купил? Куда он делал свои бабки? А, БКБ взял. Во. И за себя тогда БКБ. Чтоб не стесняться совсем. Потому что там станов очень много. Физдэмэджа прилично. Но у него против физдэмэджа есть куча армора. Что спасает его немного. Опа. Опа. Что появилось? Что появилось у Эмбер Спирита? Ну, пока еще не появилось. Сейчас появится. Ну что, это... Ласт пуш. Может быть, конечно, и не ласт. Черт его знает. Если выиграют файт, они закончат игру. Идут ломать трон. Очень, очень щекотливая ситуация. Сейчас нельзя ни в коем случае ошибаться. Ошибается Эмбер Спирит. Нет. Все четко было сделано. Его сразу же свапают. Моментально. Эмбер Спирита хексят. Пытаются его как-то контролировать. Но он прокатывается фистами своими. Тренд. Без ультимайта. Ливен Армор повесит не успевает. Заморозили. ТНК. Пытается убежать. Эмбер Спирита никто не трогает. Но убили всех остальных. И теперь очередь Эмбер Спирита. А он с Рапирой. И тут, конечно, уже точно ГГ. Выпадает Грапира. Забирает ее Нага. Выложил Аквилу. Как он мог выложить Аквилу? Поменять на какую-то Рапиру. Аквила. Работала ему верой и правдой. 50 снихом минут. А он ее вот так вот взял и выбросил. И на этой нотке заканчивается у нас карта. 40-40, ребят. 40-40 за 56 минут. Обалдеть. Просто 40-40. Кто-нибудь вообще верил в такое? Я дед. Так, надо быстро...